Вы себе можете назвать после Крещенских морозов моржом, зимним пловцом или просто... Человеком, который с дуров окунулся, простите, и уже жалеет об этом. И пожалел об этом тот же час, когда оказался в этой самой прорубе. Но напоминаем, что на страничке ВКонтакте у нас запущен опрос. Мы сегодня у вас спрашиваем, как вы укрепляете свой иммунитет. Есть несколько вариантов ответа, за которые вы можете проголосовать. Не упустите эту возможность и этим утром внести свой вклад в нашу программу. Друзья, варианты следующие. Вожу продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Делаю зарядку, хожу в спортзал, вариант номер 2. 3, гуляю на свежем воздухе. 4, принимаю контрастный душ, запитая, закаливаюсь. Ну и последний пункт, ничего не делаю. Он-то как раз-таки лидирует. 66% наших телезрителей ничего не делаю. Мы любили все ничего не делать, укреплять таким образом свой иммунитет. Да. А знаешь, какой один мой приятель говорит? Заболел, болею. Надо, чтобы организм работал, иммунитет укрепляется в этот момент. Ну, тоже позиция, почему нет? А потом говорю, выздоровел, выздоровел, пошел на работу, деньги заработал. Так укрепляется твоя финансовая стабильность. Вы прям капитан на очевидность. Да. 22,5% говорят, что они делают зарядку и ходят в спортзал. 11% сказали, ввожу продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Продолжаем принимать ваше мнение и ваши комментарии у нас на страничке ВКонтакте. Также вы можете призвать поздравления или признание любви для своих любимых на наш СМС-портал. Все обязательно передадим в самое ближайшее время. Сейчас время прерваться. Здравствуйте. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, дорогие друзья. Привет, с вами Саратовская область. Вы смотрите телеканал Саратов 24. Это утреннее шоу Автопилот. Друзья, сегодня добрая половина людей, которые занимаются закаливанием и заинтересованы в здоровом образе жизни, наверняка испробуют на себе крещенские купания. Мы как-то так вот решили именно сегодня рассказать вам о том, как подготовиться к этим самым крещенским купаниям. Если хотя бы не сегодня, то на следующий год точно будьте готовы к тому, чтобы испробовать на себе эти головокружительные ощущения. Ну а в гостях у нас настоящий эксперт по зимнему плаванию Владимир Житков. Он уже на желтеньких диванчиках вместе с Юлией Астаховой. Добрый день. Здравствуйте. Доброе утро, Владимир. Ну, конечно же, у нас главный вопрос, с чего все начиналось? Как вы пришли к тому, что вот позволили своему организму в холод окунуться в прорубь или в любой водоем, который был первым? Ну, я православный христианин, и для меня это дань традиции было. Но теперь это для меня увлечение такое. Уже кажется, образ жизни даже. Да, согласен с вами. То есть все-таки праздник Крещения, это стало отправной точкой, когда вы стали заниматься зимнему плаванию. А как потом, просто на следующий день, когда праздник уже прошел, вы решили, а почему бы и сегодняшнее утро не посвятить плаванию зимнему? Ну, это был такой процесс, который, ну, не сразу, конечно, я начал там постоянно, но от зимнего плавания получаешь удовольствие, которого, ну... Так, удовольствие. А многих волнует вопрос, кроме удовольствия, ухудшения здоровья не происходит, если человек не готов. Я так понимаю, что заранее-то вы тоже не готовились. Многие рекомендуют заранее заниматься обливанием на улице и так далее, растиранием снега. У вас-то ничего этого не было. То есть случился праздник, вы искупались в проруби и потом вот покатился все. Ну, так скажу, организм сразу омолаживается, вот, потому что при купании в холодной воде температура тела поднимается до 40 градусов, убивая при этом все чужеродные инфекции и микробы. Ну, и заболеть невозможно. Бывают случаи, да, когда люди получают, ну, так скажем, охлаждение организма, но это не от того, что он там искупался в проруби в холодной воде, а от того, что долго находится на морозе, ну, на морозе, при этом надо, ну, всегда иметь с собой теплый халат и тапочки. Сколько раз в неделю вы плаваете? Ну, по-разному это бывает. При первой возможности я прямо окунусь прям в прорубь. Если такой возможности нет, то в мороз сойдет и ведро холодной воды, вылив его на себя. Всего лишь наоборот. То есть, как вы понимаете, наш гость просто гуляет по набережной, оп, прорубь, а в машине у меня слонцы и халат. Почему вы не плаваете? Вы как раз-таки занимаетесь зимним плаванием. Чем это отличается от морожевания? И, как я понимаю, на крещение обычно все окунулись, а вы готовы еще чуть-чуть проплыть? Ну да, потому что проплыть – это, ну, более такой долгий процесс, потому что, как бы, и в спорте ты начинаешь понемножку, а потом все твои тренировки усиливаются, так же и здесь, в этом виде. Каким образом укреплять свой организм, чтобы никакая хволь не настигла человека в тот момент, когда он решится первый раз попробовать себя вот в зимнем плавании? Ну, не первый раз, а обязательно всегда делать физический разминку, разогревать мышцы, подготавливать тем самым кровообращение. После купания надо обтираться с полотенцем и попить горячий чай. И ни в коем случае не употреблять алкогольные напитки до купания и после купания. Это связано с сосудами, да, как я понимаю? Возможно, расширение, сужение? Ну, это отдельная тема. Сложные процессы. Да, да, да. А вы занимаетесь зимним плаванием. Это подразумевает участие в каких-то соревнованиях, долгих заплывах или нет? Нет, это просто личная такая любительство. А вы один плаваете или у вас есть целая компания? Нет, у нас целая компания у моих друзей, которые мы ездим, допустим, вот зимой, не тоже зимой, летом. Вот как вот мы летом? Летом мы ездим в родники на святые источники, где температура воды такая же холодная, как и зимой. А кто стал инициатором? Вы лично всю команду подбили свою заниматься зимним плаванием, да, и вы припрыгнули. Ну, это как-то получилось, там, я вот первый раз, искупался первый раз с друзьями, и мы вот так вот потихоньку, потихоньку начали чаще ездить, вот уже. И летние купания наши начали удлиняться до осени, до начала зимы. Ну, вот такой вот процесс. В вашем случае зимнее плавание к вам пришло на крещение, когда вы дань традиции отдавали. А как вы считаете, как нужно готовиться к крещенским купаниям? С чего стоит начать? Может быть, с лета готовиться, или, может быть, вот, там, с поздней осени. Как себя вот не то, что замотивировать? Морально переключить, да, Сергей? Да, как, во-первых, морально себя переключить, как себя замотивировать, и самое главное, как подготовить свое тело, чтобы ты был спокойный. Или это врожденное что-то, и научиться этому невозможно? Ну, не то, что врожденное, самое главное, чтобы не было страха, чтобы была внутренняя вера. Подготовки никакой особой там не надо, ни подготовки, ни рядом стоящей бани, как вот все любят, там, говорят, вот, если будет баня, то я тогда опунусь. Нет, надо просто, ну, набраться духом, смелостью, верой главное, и можно смело нырять. Ох, как просто звучит это из ваших уст, на самом деле. Как правильно нырять? Вот этот вопрос очень актуальный, у нас есть сюжет по этому поводу. Давайте его посмотрим прямо сейчас. Прорубь около ротонды на набережной – любимое место зимних купаний горожан. Температура Волжской воды в январе не превышает 3 градусов. Но, несмотря на это, желающие окунуться в ледяную прорубь здесь встречаются каждый день. Я это делаю по привычке. Я однажды бросил спорт, 3 года назад, а заниматься там было чем-то обязательно. Стал ходить на набережные летом, а потом усыпел осень, потом зима вдруг, а привычка осталась. Расскажите, пожалуйста, какие эмоции испытываете? Обалденные, невероятные. Жизнь становится розовой. Когда он бы родился. Такие эмоции вполне объяснимы, говорят специалисты. Погружение в холодную воду вызывает эйфорию. Происходит выброс адреналина, который усиливает выработку гормона счастья. Однако для неподготовленного организма такие эксперименты – большой стресс. Поэтому к купанию в проруби нужно готовиться основательно и начать лучше всего уже летом. Организм просто получит очень серьезное такое стрессовое состояние. Может быть обморожение, может быть простуда. И дабы избежать каких-то пагодных последствий, нужно обязательно к этому готовиться. Прежде всего морально настроить себя к определенной такой нагрузке стрессовое. Спасатель Сергей Дмитриев первый раз окунулся в ледяную прорубь 10 лет назад. Говорит, теперь это стало традицией. Даже в первый день Нового года Сергей начал с купания в проруби. Здоровью таких бывалых моржей купание в проруби навредить не может. Скорее наоборот, ледяные ванны лишь закаляют организм. Остальным же перед заплывом необходимо проконсультироваться со специалистом. Это диабет, это мерцательная аритмия, ну то есть очень тяжелое заболевание, гипотероническая болезнь. Здесь, конечно, однозначные противопоказания 100% для совершения этого обряда. Если противопоказаний по здоровью у вас нет, то смело готовьте организм к закаливанию. Перед погружением необходимо сделать согревающую зарядку и растереть тело махровым полотенцем или руками. Вот теперь можно и в прорубь. Ура! После купания в ледяной воде ни в коем случае не согревайтесь алкоголем. Он только способствует переохлаждению организма. Обычно переохлаждение наступает после купания, уже на берегу. Поэтому, приняв ледяную ванну, нужно поскорей обтереться сухим полотенцем и бегом в тепло. Мороз по коже после этого сюжета. Сюжет матриящий. Надеемся, что вы просыпаетесь с каждой секунды, как только представляете себя в этом проруби или уже растирающегося полотенцем. В сюжете нельзя было не заметить, что некоторые люди надевают на себя носочки, также перчатки. Вы не могли бы это прокомментировать? Зачем люди это делают и что нужно вообще с собой брать, когда человек решил в первый раз подвергнуть свой организм вот таким холодным нагрузкам? Ну, обязательно, я повторюсь, это надо теплый халат, это полотенец. Ну, тапочки, носки там и с варежками, потому что тапочки уплывают у тебя. И тот самый неловкий момент, когда... Ледяной блеск! А варежки для того, чтобы не прилипали руки к железке, к поручню, так скажем. А, все, вот почему это? А, так, так, больше нет. Шапка, ничего подобного не нужно? Нет, нет, не нужно. С макровым халатом это, получается, секрет согревания потом. Ну, это после, да, чтобы не получить обморожение никаких норм. Хочется с вами еще поговорить о том, какие изменения в организме происходят. Понятно, что укрепляется иванитет, понятно, что вы сказали, температура тела поднимается до 40 градусов, а значит, никаких бактерий, в общем-то, вашему организму больше не страшны. Ну, вот, например, Алекс Дидов пишет нам на страничке ВКонтакте о том, что я даже летом купаюсь в горячей воде и мерзну при этом, а тут еще зимой в прорубь залезть. Жутко, я никогда этого не смогу сделать. Вот, чтобы вы ему ответили, вы летом принимаете горячий душ? Вообще вам горячая вода знакома или нет? Ну, горячая, да. Да, это, как бы, я любитель бань русских, так скажем, и в горячей воду, это разогревает тоже тело. Но это особенности, наверное, его организма, может быть, это тоже, как говорится, на любителя. Он любит погорячее, послаще, повкуснее. В вашем случае вы любите поэкстремальнее. То так, то в баньку, то в прорубь, то туда, то сюда. Но, а все-таки, вот, если еще продолжать тему изменений в организме, почувствовали ли вы, что, например, целый год вы не болеете, что у вас там улучшилось состояние, я не знаю, тела вашего организма в целом, что произошли какие-то изменения, которые связаны именно с принятием очень холодной ванны в данном случае? Ну, так сразу, чтобы я вот так вот испытал на себе, что раз, и все, я ничем не болею, ничем... Следующим утром. Да, да, следующим утром. Да, да, такого не было. Это все постепенно. Ну, скажу так, я сразу отказался от сигарет. Вот, потому что такой вот оздоровительный образ жизни, ну, избавляет от всех вредных привычек и пагубных. Подразумевает еще и очищение, наверное, и в пище, и вот как раз-таки вредные привычки. Да, да, да. А скажите, пожалуйста, вот лично вы какое место предпочитаете для вот зимнего плавания? Где вы обычно плаваете? Ну, это на подготовленных местах, вот, потому что за всем, за прорубь надо постоянно следить, потому что после ночи он, это уже не прорубь, его надо чистить. Вот, это на специализированных местах. Сколько нюансов. Да, да. Раскрывайте секреты, где в Саратове или в Энхельси можно... Да, есть в Саратове, потому что многие люди сегодня отправятся... К Ратонде. Захотят, да. Да, вот и на Ратонде мы очень часто там бываем. Это самое комфортное место. Да, да, потому что там клуб моржей, которые все это облагораживают, следят, вот, и там вот очень комфортно. Так что, друзья, не нужно брать с собой лом, пытаться сделать прорубь самостоятельно, люди уже все это делают и ухаживают за пор. Владимир, скажите, как можно к вам присоединиться? Есть ли у вас какой-то свой клуб по зимнему плаванию, куда может прийти любой новичок сказать «хочу» и научите меня, покажите мне, как это делать? Ну, вот клуб Ратонде работает ежедневно с 6 утра до 11 обеда. Обед, нет, обеда, обеда. И любой желающий может туда прийти и там уже со специалистами там переговорить, им они посоветуют, как сделать, как лучше. Там либо там подготавливать, это там контрастный душ какой-нибудь принимать, чтобы попробовать, что это такое, чтобы не было такого сильнейшего стресса у организма. Есть ощущение, что человек, который должен заниматься зимним плаванием или каким-то видом моржевания, он должен быть абсолютно здоров. Ну, то есть ты вот прям вылечил все свои болячки, у тебя не болит спина, у тебя не болит голова, с давлением все нормально. Теперь давай попробуем заниматься, в общем, тем, чем занимается сегодня ночью половина нашего города. Вы, как считаете, помогает это оздоравливать организм или только поддерживать его? Да, несомненно. Конечно, какие-нибудь там хронические болезни он там не исправит, это надо специалистам, да, метиметозам. Ну, такие вот простуды, это, может, даже были случаи у нас, когда у человека температура, после проруби она у него прям проходила. Мы их клином все-таки вышибаем. И думали, что это такое чудеса или вот так природа все устроила. А еще такой очень фундаментальный вопрос, как вы относитесь именно к зимнему плаванию, когда это все происходит в исполнении детей? Стоит ли их подвергать вот такой перегрузке? Я думаю, да, это подготовка, подготовка организма. Я бы с удовольствием окатывал всех детей. Которые мимо проходят из ведра. Этим вечером от Владимира держитесь с детьми подальше, мало ли что, окатят холодной водой. Спасибо вам большое, что этим утром были вместе с нами. Сейчас в прорубь или когда вы собираетесь окунуться? Окунуться я, ну, после службы сегодня в ночь. Ну, и еще и утром мы свираемся нашей компанией в 8 утра, у Ротонды. Хорошо. В общем, друзья, если хотите приобщиться к этому здоровому делу, то ищите Владимир в 8 утра завтра около Ротонды. Он вам расскажет во всех подробностях, как подготовиться, как сделать правильный зимний заплыв. Ну, и, естественно, как согреть свой организм после того, как вы вынырнете из ледяной Волги. У нас в гостях сегодня был Владимир Житков. Он занимается зимним плаванием с 2012 года. Спасибо вам большое. Ну, к холодной вам водичке. Спасибо. До новых встреч. Друзья, вернемся к вам сразу после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Это утреннее шоу «Автопилот». Доброе утро, друзья! Вы смотрите программу «Автопилот». Мы желаем вам хорошего настроения и легкого пробуждения. Сейчас расскажем вам о пробках и о погоде. Пробки, ведь эта информация действительно актуальна. В нашем городе бывают некоторые затруднения с движением. Чтобы это все быстренько объехать, чтобы вам не портило это настроение, для этого и выходит наша ежедневная рубрика с пробками. Ну, а главенствует в этой рубрике Сергей Гришнов. Спасибо большое, Юль. Действительно, о пробках сейчас пойдет речь. Узнаем, где и какие улицы загружены в это время. 8.34 в Саратове, в Москве 7.34. Если вы отправляетесь кого-то встречать на вокзал, знайте, поезда приходят по московскому времени. А вот самолеты отправляются по саратовскому. Машины едут, кстати, тоже по саратовскому времени. И в 8.34 в Саратове сейчас 5 баллов пробки. И, кажется, вот в каком-то одном месте они собрались, потому что выезжать из заводского района сейчас более чем комфортно. Проспект Энтузиастов практически свободен. Кольцо стадиона «Волга» едет со скоростью 25 км в час. И далее до улицы Арджинкидзе проспект Энтузиастов едет практически тоже без проблем. Небольшая пробка замечена только на пересечении Арджинкидзе и проспекта Энтузиастов. Далее Чернышевского совершенно свободно. И только около «Кристалла» снижение скорости до 25 км в час. Но, кстати, такая тенденция сохранится практически до улицы Радищева. На Радищево будет небольшая пробка. Там вы потеряете драгоценных минут 5, потому что скорость потока снизится ровно в половину и составит 10 км. Ну, а потом Чернышевского продолжит вас радовать скоростью 25 км вплоть до предмостовой площади. Предмостовая площадь также окрашена вся желтым цветом, значит, скорость здесь такая же. Да и мост из Саратова в Энгельс и встречное направление тоже некоторыми желтыми оттенками отмечен. Но преобладает все равно зеленый цвет. Так, например, обратимся сейчас к Энгельсу. Выезжать по лесу заводской и трудовой не совсем просто. Здесь желтый цвет буквально несколько секунд назад перекрасился в красный. И скорость потока составляет теперь 7 км в час. Подъезжать к мосту вам придется с той же самой скоростью. Ну и первые метры моста из Энгельса и последние несколько метров перед Саратовом скорость потока будет снижаться также километров до 15 или 20. Посмотрим с вами на Волжский район, поселок Юбилейный. Усть-Куртюмское шоссе на пересечении с улицы Прудовая, буквально от светофора и до кольца строительного рынка едет со скоростью всего лишь 7 км в час. Но ничего, довольно-таки быстро проедете. С вами же это каждое утро происходит, правильно? Те, кто живут в Юбилейном. Навашино Танкистов. Здесь по Навашино пробка вытягивается практически до Ботанического сада СГУ. А по Танкистов пробка небольшая, но скорость потока просто минимальная. Едем всего лишь со скоростью 3 км в час. Ну и вот, как и говорили, пробки, скорее всего, сконцентрировались в одном единственном месте. Так и есть, друзья. С проспекта строителей из Ленинского района еще можно более или менее выехать. А вот после кольца НИИ, вплоть на протяжении всей улицы Шихурдина, машины едут очень и очень медленно. Скорость потока не превышает. Там всего лишь каких-то 10-7 км в час. Время, точнее, скорость колеблется на разных участках этой дороги. И на протяжении всей Шихурдина, если вы вот сейчас отправляетесь из дома, вы знаете, вы будете тратить время даром, просто простаивая на дороге. Но единственное, что можете сделать, мобильное приложение «Саратов-24» – скачать на свой смартфон и хотя бы слушать наш эфир. А это очень полезная штука. Проспект 50 лет октября сегодня выглядит отличной альтернативой улицы Шихурдина, потому что он едет без проблем вплоть до стрелки. И только на стрелке собирается пробка, и скорость потока составляет всего лишь 3 км в час. Но пробка довольно-таки длинная, вытягивается до Мурманского проезда. Это неподалеку уже от Синого рынка. Ну и посмотрим с вами на центр города. Здесь серьезных пробок не отмечено. Лишь только на Астраханской между Казачьей и Московской есть затруднения в движении. Нологичная история на Университетской. Правда, пробка вытягивается вплоть до Кутюкова. Ну и в принципе все. Только Соколовая совершенно свободная, а на пересечении Соколовой и танкистов чуть-чуть постоим. Ну и все, что заходится за стадионом «Локомотив», а в частности улицы Ямлютина и Большая Садовая, едут с большим трудом. Скорость движения не превышает 7 км в час. Вот такие пробки этим утром в Саратове. Надеемся, что в эту среду вы доедете до работы без проблем. Ну а поможет вам в этом, конечно же, утреннее шоу «Автопилот». Ну и далее у нас будет прогноз погоды. Да, друзья, сегодня погода будет вполне себе зимней, даже очень морозной. Днем ожидается минус 10, минус 11 градусов, вечером до минус 14. Ветер сегодня при всем при этом дует южно, и скорость его 2 метра в секунду. Пожалуйста, одевайтесь теплее, потому что солнце сегодня тоже можно не ждать. Не то, чтобы оно зимой грело, но, по крайней мере, оно душу греет. Но его сегодня тоже синоптики не обещают. Берегите свое здоровье и мерзните. Да, и, друзья, начинайте готовиться к тому, чтобы хорошо провести время с телеканалом «Саратов-24». Мы до конца этого часа принимаем ваше сообщение относительно того, будете или не будете выкупаться в проруби, занимаетесь ли вы закаливанием. Об этом мы вас спрашиваем на страничке ВКонтакте. Ну не только закаливание, укреплением своего иммунитета. Ну а сейчас наш кинообозреватель поговорит с нами о кино, которое вы увидите на нашем канале. Очень плохая мамочка. Вот о каком фильме пойдет речь. Здравствуйте! Если вы устали от постоянной проблемы выбора фильмов, или у вас просто-напросто нет на это времени, не огорчайтесь. К помощи вам кинообзор. О самом хорошем кино на «Саратов-24» расскажу вам я, Альфия Багапова. В четверг, 19 января, на «Саратов-24» покажут прекрасную американскую комедию «Плохая мамочка». Ну бы вам не составить документы, а я попробую припаковаться. Потому что, мне кажется, она для меня великовата, если вы понимаете, о чем я. Хорошо, хорошо, я составлю документы. Хорошо, спасибо. Я сейчас вернусь с нужными бумагами. Так, давай, пристеглись. Красавица Оливия переехала со своей... Картина поставлена нидерландской актрисой Фанки Янсен. А главную роль исполнила красавица Мила Йовович. Премьера состоялась осенью 2011 года в ряде стран. Кроме того, картина не раз демонстрировалась в рамках международных кинофестивалей. В Фанке Янсен придумала идею фильма совместно с Колом Фрейдсом. Написала сценарий, выступила продюсером и режиссером фильма, что стал для нее дебютом. Поскольку она сама родом из Нидерландов, на написание сценария ее вдохновила история эмигрирования и поиска лучшей жизни для себя и своего ребенка. А съемочный процесс фильма занял всего-то 20 дней. Сюжет фильма прост, но от этого не менее интересен. Бывшая эмигрантка с Украины, а ныне очаровательная Алиф, в исполнении Мила Йовович, слишком красива и умна, чтобы быть обычной американкой. Когда-то, благодаря врожденной изобретательности и находчивости, она успешно крутилась в преступном мире. Желая покончить с криминальным прошлым ради своего сына Бобби. Любящая мать хочет переехать в спокойную Оклахому, в надежде начать новую жизнь. Но все оказывается не так просто. Учитывая, что слоган фильма «Познакомьтесь с Алиф», «Мать кормильца» и «Уголовник». Сюжет обещает неожиданные повороты и забавные моменты. В общем, рекомендую посмотреть. Ну а если вам известны какие-то интересные факты о кино и вы хотите поделиться, тогда жду вас на странице телеканала в социальных сетях. И помните, я рассказала вам только об одном фильме. Но на телеканале «Саратов-24» еще много интересного. Смотрите программу на официальном сайте saratov.tv и в мобильном приложении. Друзья, многие фильмы вы можете увидеть на нашем телеканале. Для того, чтобы сориентироваться в телепрограмме, заходите на наш сайт saratov24.tv, где доступны все программы нашего телеканала. Ну и не забывайте про классические сервисы, типа Яндекса, имейл, телепрограммы, где тоже есть все про нас. Ну а еще помните о том, что вы всегда можете передать привет или поздравить с днем рождения своих любимых. Для этого работает и самоспортал, как сказал мой следующее, а также группа ВКонтакте навсегда на связи на протяжении всего дня. Всех дней, всех месяцев, друзья. Поэтому вы всегда оставляйте там сообщения, а мы их в ближайшем эфире будем обязательно передавать. Ну а сейчас время гороскопа на телеканале Saratov24. Его вновь представит Мария Белат. Если в первой части нашей программы вы пропустили этот самый гороскоп, а мы знаем, что вы пропустили. Да, потому что вы спали. То мы сейчас и вновь представим вам информацию, которая поможет вам сделать этот день поистине незабываемым. Смотрите гороскоп, и после короткой рекламы мы вновь с вами. И с вами, и с вами. Приятного просмотра. Карта рождения указывает на потенциал человека. Зная, например, что вы склонны вести себя прямолинейно в делах и в любви, нетрудно найти способ обернуть сильные и слабые стороны в свою пользу. Доброе утро. Меня зовут Мария Белат. И как всегда в это время я обогащаю ваш утренний кофе пищей для размышлений. Итак, сегодня большое влияние на нас оказывает партнер, в тандеме с которым все рабочие и личные вопросы решаются гораздо быстрее. Не стоит этому сопротивляться. Лучше посвятите остаток дня гармонии и красоте. А теперь о том, что приготовили нам звезды для наших знаков зодиака. Овин. Любовные темы напомнят о себе в этот день. Телес. Уделяя время семье и заботам, вы сделаете гораздо больше полезного. Близнецы. Повышенная агрессивность со стороны коллег может оказаться на вашем настроении. Рак. В спешке вы можете наделать множество ошибок и затем придется все переделывать. Лев. Ваша скупность сегодня удивит и вас, и окружающих. Дева. Главная движущая сила в любых задачах будет исходить только от вас. Весы. Уделите время себе, своей семье и по возможности проведите этот день дома. Рак. Скорпион. Не позволяйте эмоциям взять верх. Вам предстоит важный разговор. Рак. Стрелец. Мелкие споры в вашей паре можно быстро разрешить. Рак. Козерог. Повышенная конфликтность дня может помешать вам сохранять самообладание. Рак. Водолей. Температура в ваших отношениях начнет подниматься. Так и до болезни недалеко. Рыбы. Эмоциональный фон будет иметь особое значение. Сейчас самое время встретиться с друзьями. Рак. Если у вас есть ко мне вопросы, вы можете присылать их на мою электронную почту, которую видите на экране. Обязательно укажите дату, время и место вашего рождения. Рак. Ну, доброго утра вам снова. Произносим мы, ведущие утреннего шоу Автопилот на телеканале Саратов 24, Юленька Астахова. И Сереженька Гришнов. Мы сегодня решили уменьшительно ласкательными формами воспользоваться. И рекомендуем вам сделать то же самое со своими родными и близкими. Все будет как-то утром начинаться мягче. Прямо, чтобы атмосфера была. А потом вечером в проруби будете забывать эти слова. Уже не имеет значения, как именно вы будете обращаться к своим близким. Там уж главное, чтобы душе было легче. Найти их в проруби вообще, в принципе. Ну да, и в себе силы в нее находятся. Друзья, далее мы с вами поговорим о цифре сегодняшнего дня. И Юль, ваш выход. Сегодня цифра дня, друзья, 900. Именно столько вкусовых рецепторов находится на языке. Ну, чтобы вы знали, для информации, чтобы там все не просто так. Ваш язык это не просто мягкая часть тела. Ну, там еще и 900 вкусовых рецепторов. А еще язык вам дан не для того, чтобы молоть всякую ерунду. Болтать ее. Чтобы чувствовать. Чтобы чувствовать. Кислое, горькое, соленое, сладкое. Что еще есть? Сухое, мокрое. Пряное, мокрое, сухое. Да, различные, различные есть вкусы. 900, 900 рецепторов. Друзья, берегите их. Это, на самом деле, не так много. Если вы собираетесь прожить, например, 100 лет, то это всего лишь по 10 рецепторов. Ой, 90 лет. То есть всего лишь по 10 рецепторов на год. Я боюсь твоей математики. Не бойся. Давайте просто двигаться дальше. Не бойся, ее нету. Насколько, если придерживаться хоть какого-то плана, то сегодня, то сейчас ролик дня появится на экране. Да, и здесь парень решил устроить джигу-дрыгу на проспекте Кирова. Давайте увидим это самое видео. Вот как он молодец. В моем детстве таких называли сумасшедшими. Почему сейчас это показывают по телевидению? А там рядом есть шляпа или он просто так ради... Рядом есть колонка. Ради атмосферы. Из которой поет Фаррел Уильямс. Еще никогда Фаррел Уильямс не помещался в маленькую колонку? Слушай, он классно танцует. Он просто потрясающий. Вот какой у нас Саратов. Богат на таланты. Берите себе на заметку, друзья, если вы умеете делать что-то так же идеальное, как наш сегодняшний герой рубрики, то танцуйте, пойте. Самое главное, чтобы у вас была улыбка и хорошее настроение и окружающие. Почему я на проспекте столько сумасшедших встречаю? Почему мне никогда не попадаются приличные люди, которые вот так классно танцуют, а вот классная песня? Для этого есть программа Автопилота, мы транслируем потом все эти выходы в прямом эфире практически. Друзья, ну а далее рубрика, которой Юлия Астахова особенно гордится. Каждый раз перед этой рубрикой она думает, сейчас, сейчас покажет моего любимого питомца. Я узнаю, как за ним ухаживать, я узнаю, что с ним делать и, может быть, даже найду того человека, который, может быть, украсть этого питомца, ну или попросить погонять. Да, вы знаете, я скрывала любовь к этой рубрике, но, видимо, плохо скрывала. Ну, плохо скрывала, потому что далее рубрика «За нами хвост». И речь сегодня в этой рубрике пойдет про песиков-шпицев. Приветствую вас, дорогие телезрители. Вы смотрите нашу самую добрую, пушистую рубрику «За нами хвост». Из всех пород собак, наверное, самой милой является порода шпиц. И сегодня мы поговорим с владелицей такой собаки Юлией о том, как правильно ухаживать за породой. Юль, привет! Расскажи нам о своем питомце. Это порода немецкий шпиц. По своим характеристикам это очень подвижная, очень добрая, очень милая, самая милая собака. Это мальчик, его зовут Марк, ему 5 лет. Юль, расскажи, а сложно ли ухаживать за такой собакой? Ну, на самом деле, несмотря на то, что, как мы видим, у него такой богатый подшерсток, и кажется первое впечатление, что дома будет бардак, будет шерсть, на самом деле это не так. Линька происходит всего два раза в год, и достаточно одного раза в неделю расчесывать его и мыть, для того, чтобы поддерживать его в аккуратном состоянии. Ну, естественно, груминг, то есть стрижка. Может быть, стрижка чисто декоративная, только для того, чтобы подчеркнуть форму, как шарик сделать. Можно сделать стрижку более короткую, сделать его более похожей на медвежонка. Но в данном случае, вот, нам кажется, что вот зимой уместна именно такая форма шерсти. А вы сами справляетесь с уходом или ходите к специалистам, в специальный салон? На самом деле, чтобы справляться с уходом за такой породой, ничего особенного не требуется. Можно вполне это делать самостоятельно. Но когда мы ходим на выставки, а периодически мы их посещаем, естественно, мы обращаемся к специалистам, они уже проводят все необходимые процедуры, мойки шампуни, кондиционеры, лаки, какие-то дополнительные стрижки лапок и все прочее, чтобы это уже непосредственно профессионально подготовить. А так, в домашних условиях, достаточно обыкновенного шампуня для собак такой шерсти, феном высушиваем и необходимой расческой. Ну, по крайней мере, ему очень нравится, он очень любит гладные процедуры. Юля, скажи, а что он любит кушать? По поводу еды. Все собаки разные, и от породы, в принципе, не зависит, какая собака что любит. Но вот этот любит есть все подряд. Это может быть сухой корм, могут быть консервы, могут быть какие-то домашние заготовки, в том числе обязательно лакомства, что касается непосредственно и ухода. Для того, чтобы поддерживать зубы в хорошем состоянии, обязательно нужно покупать специальные косточки для того, чтобы и с желудком все было в порядке, и с зубами, помимо дополнительных процедур в виде стоматолога, иногда. А так, еды достаточно для того, чтобы зубы поддерживать в нормальном состоянии. Спасибо, Юля. В заключении мы просим тебя дать какой-то совет или небольшое напутствие тем, кто, может быть, хочет завести себе такого же питомца. Ну, можно с уверенностью сказать, что, наблюдая за этой породой, это исключительно добрая порода, очень ранимая порода, требующая внимания. Поэтому люди, которые заводят таких собак, в принципе, как любое животное, должны быть крайне внимательны. Я могу сказать, что это практически лучшее, что мы приобретали, потому что это не только животное, это действительно полноценный член семьи. Ну, а вообще, конечно, помимо таких красивых собак, нужно не забывать и о бездомных. Так что, если есть возможность, берите из приютов животных. Друзья, если вы мечтаете о такой собачке, то будьте готовы купить чип-лисос, как мне кажется, потому что жерсти будет достаточно. Помните только одно, что животных надо любить, за ними нужно ухаживать, чтобы они не стали героями нашей рубрики «Зооспас». Это о тех животных, которые свой дом ищут. Это точно. Друзья, остается несколько минут, буквально 4 минутки нашего присутствия здесь, в эфире, и самое время подводить некоторые итоги сегодняшней программы. Во-первых, мы поделились с вами полезной информацией, рассказали вам о новостях, о том, как будут курсировать автобусы в Крещенскую ночь, по Саратову и по Энгельсу. Мы с вами обсудили и то, что, вполне возможно, на Кумысном поляне скоро появится больше животных, с которыми вы можете вступить в контакт, и это будет не инопланетно. Ну или хотя бы просто фотографироваться. Это точно. Ну и на страничке ВКонтакте мы вас спрашивали, как же вы-то укрепляете свой иммунитет, вообще делаете что-нибудь с ним. И вот как распределились голоса сегодняшние. Ну, во-первых, про свежий воздух и про контрастный душ не ответил ни один из наших телезрителей. 11% сказали, что ввожу в рацион продукты, которые богаты витаминами и микроэлементами. Что, несомненно, полезно. И похвально. И похвально. И похвально. Селых 11% этим занимаются. 22% телезрителей сказали, делаю зарядку и хожу в спортзал. Ребята. Браво, молодцы. Ну что ж, 66,7% сказали, ничего не делают. Ничегошеньки. Есть иммунитет, нет иммунитета. Кто такой иммунитет? Вы не видели моего иммунитета? Возможно, после сегодняшней программы как раз-таки эти люди и пересмотрят свою позицию и начнут заботиться о своем здоровье. Несколько комментариев из социальной сети ВКонтакте. Татьяна Лабе сказала, что очень хочу начать принимать контрастный душ, так как понимаю, что это еще и омолаживает кожу. Но я жуткая мерзлячка, и меня пугают эти закаливающие процедуры. Не знаю, как себя заставить. Но вам уже сказали. Просто начните. Соберитесь силами. Да. Простите. Пересильте свои собственные силы. Всю волю в кулак и поехали. Алекс Дединов пишет, что вот летом он купается в горячей воде, а тут еще прорубь ему предлагают. Такой, ну, нет, 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 давайте как-нибудь без меня. Не заставишь. И тут же он подливает масло в огонь. Ему холодно, он льет. Понимаешь, все время масло в этот самый огонь. Говорит, интересно знать, нам начинать купаться по московскому времени или по-саратовскому. Да вам в нашу команду. Вы тоже, наверное, приверженец нашего старого времени. Welcome to San Trope, как говорят у нас в San Trope. И Екатерина Жидаева написала, купалась летом в источнике. Были незабываемые ощущения. Всем советую. Но вот пока в проруби не решаюсь. А чего вы не решаетесь, дорогая Екатерина? Нам же сказали, там, вода той же самой температуры, что и зимой. Что и зимой? Конечно, одинаковая температура у источника. Летом, зимой, зимой, летом. Самое главное, да, это помнить о таких базовых вещах, как махровый халат, носки, варежки, горячий напиток после, да, полотенца. В любом случае, вы можете пересмотреть нашу программу всегда на Ютьюбе или на нашем сайте, телеканалу Саратов-24. Еще раз послушать мнение эксперта, который был сегодня у нас в студии, и сделать все, как нужно. И начать заниматься зимним плаванием уже сегодня. Друзья, ну, или если уж не начать заниматься, то хотя бы настроиться на то, что вот чуть-чуть потеплеет, и ранее весной я отправлюсь на Волгу, матушку, и буду там купаться, пока вода еще сильно не нагрелась. Ну, или начну с холодного душа, с прохладной ванны, и не буду лишний раз перегревать свое тело для того, чтобы и холода знали мы. Просто у меня есть одна одноклассница, никогда не носила шарф. Никогда. И шапку не носила. И я всегда говорил, так это же наша подружка, Танюшка от Мороза. А нет, она просто закаливала и горло, и голову. И на самом деле никогда не болеет. Но кто знает, наука это или вера в себя? Не будем вам ничего рекомендовать, мы не медработники, и, к сожалению, зимним плаванием профессионально не занимаемся. Но одно мы знаем точно, что нужно слушать себя, свой собственный организм, и все-таки стараться брать какие-то высоты. Но если у вас есть серьезные проблемы со здоровьем, тогда, может быть, ненадолго эту процедуру с купанием в проруби отложить. Далее Анна Антонова и выпуск новостей. И наша соведущая расскажет, какие правила необходимо соблюдать, прежде чем окунуться в прорубь на крещение. А также расскажет о том, какие уникальные экспонаты и приятные сюрпризы ждут посетителей выставки, посвященной древним традициям Индии. Ну а после выпуска новостей ваш любимый сериал «Моя прекрасная няня» на телеканале «Саратов-20». Уже завтра программа «Автопилот» вновь выйдет в прямой эфир. Нас сменят наши партнеры, веселые ребята Евгений Креков и Светлана Казанцева. Мы с вами прощаемся. Далее новости «Моя прекрасная няня». И вам вообще хорошего дня. Вечером увидимся около какого-нибудь проруби. До скорого. До скорого. Друзья, если вы встали вот прямо сейчас в 7 утра в 16 минут и думаете, что вы совершили подвиг, то расслабьтесь. Ничего гениального не случилось. Есть люди, которые встают еще раньше и те, которые не ложатся. Мы в любом случае абсолютно каждому желаем доброго утра и хорошего дня. Еще одно утро вместе с шоу «Автопилот» начинается. Сегодня среда, 18 января. И, друзья, сегодня, я думаю, что вы уже с утра думаете или гадаете уже на монетках, на пальцах, на еще чем-нибудь, окунаться сегодня в проруби или нет, отправиться сегодня на крещенские купания или принять дома горячий душ. Вопрос номер один. В общем, пока вы выбираете, мы желаем вам доброго утра, рады вас приветствовать. И если вдруг вы уже склоняетесь к тому, чтобы, да, сегодня сделать выбор в сторону как раз-таки крещенских купаний, напишите нам об этом смс-сообщение, позвоните нам в эфир. Ну и, конечно же, оставьте ваши сообщения на страничке ВКонтакте, потому что мы в прямом эфире и точно все прочтем и передадим все ваши сообщения в прямой эфир общественности, вашим друзьям и близким. Ну а если все-таки купание – это не про вас, давайте начнем хотя бы с малого делать зарядку по утрам. Вот как раз с сегодняшнего дня почему бы это не сделать. Доброе утро, наши дорогие телезрители. Вы смотрите рубрику «Двигайся» и с вами я, ее ведущая Дана Рига. Сегодня на нашу электронную почту поступило письмо от Варвары. Варвара просит показать комплекс упражнений на верхний плечевой пояс, что я с радостью сейчас и вам продемонстрирую. Начинаем упражнение с разминки. Разминка выглядит таким образом, как будто вы боксируете. Мы закачиваем кровь в руки и мышцы плеч, подготавливаем суставы к дальнейшим упражнениям. Плавно переходим к первому упражнению. Это у нас будет упражнение на плечи в виде сложной разводки. Как это выглядит? Руки изначально у нас опущены вниз, потом поднимаем перед собой, перед глазами, разводим в стороны, опускаем, поднимаем опять вверх, перед глазами и в исходное положение. Это раз. Такой круг у нас приравнивается к одному кругу, к одному разу. Таких повторов вам надо сделать от 8 до 10, как вам позволит ваша физическая подготовка. Отдохнули минуту, повторяем еще раз. Итак, три подхода. Переходим к следующему упражнению. Это жим гантелей. Ставим руки в сторону, плечи параллельно полу. И жмем вверх. Возвращаемся в исходное положение. Делаем 15 повторений. Отдыхаем минуту. И так три круга. После этого упражнения отдыхаем еще минуту и переходим к следующему. Следующее упражнение на мышцы бицепса. Мы сгибаем гантели, при этом помним, что локоть у нас стоит на месте, не болтается из стороны в сторону. Двигается только предплечье. Вверху можно делать паузу для максимального напряжения бицепса. Делаем 15 повторений. Минуту отдыхаем. И так три подхода. Переходим к следующему упражнению. Это упражнение на трицепс. Поднимаем руки вверх вместе с гантелями. Опускаем максимально вниз к спине и опять вверх. В верхней точке делаем небольшую задержку, паузу, чтобы максимально нагрузить мышцу. Делаем 15 повторений. Отдыхаем минуту. И помним, что локоть, так же как в упражнении на бицепс, у нас стоит на месте. Не болтается из стороны в сторону. Делаем три подхода и ваш комплекс закончен. Не забывайте, что в здоровом теле здоровый дух. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что придется в прорубь нырять. Но ты что, не хотела? Я могу только посмотреть на тебя. Ладно, друзья, относительно крещенских морозов, крещенского купания и сегодняшней ночь с 18 на 19 января. В Энгельсе в эту ночь будет курсировать общественный транспорт. График движения уже опубликован при службе городской администрации. Движение троллейбусов организовано по маршруту площадь Ленина троллейбусное депо, по которому оно будет ходить, ну, оно, троллейбусное депо. Нет, маршрут будет ходить с 20 часов до 4 часов утра с интервалом 20 минут. По, в общем-то, площади Ленина и ЗМК с 21.35 и до 5 утра 45 минут с интервалом 1 час. По направлениям с Квасниковки до городского пляжа. Сказал, как эстонец. Я специально, потому что я знаю одного эстонца из Квасниковки. Окей. И поселок Зеленый городской пляж запустит автобусы в малой вместимости. От Квасниковки они будут отправляться в 21, 22.20, 23.40, час ночи 2.20. Ну, а от пляжа, соответственно, в 21.40, 23.00, 0.20, час 40 и 3 часа ночи. Так что, друзья, этой ночью вас будет греть общественный транспорт. И если вы выбрались из проруби, то бегом на остановку. Прямо мигом пули вшух и в Квасниковку. Да, и не обязательно купаться. Можно знать, что курсируют маршруты и пойти просто на это зрелище посмотреть. Если нырять, вы еще не готовы. Как сделают многие, например, мои знакомые. Я с ними уже по этому поводу беседовала. И, кажется, ты уже потираешь руки и сделаешь то же самое. Да, ну, по крайней мере, хотя бы посмотреть, немножко людям со стороны позавидовать по-белому. Потому что не все способны вот так взять, переломить свой дух и воспользоваться возможностью искупаться в проруби. Мне кажется, это для сильных духом людей. Ну, слушай, действительно, для сильных духом людей. И я думаю, что только этот сильный дух потом заставит не заболеть, остаться на ногах. И поверить в то самое крещенское чудо, что после купания в проруби именно в эту ночь точно не заболеешь. Ну, а, кстати, какие примеры у вас купаний в крещенскую ночь, напишите нам об этом на смс-портал. И как вы предпочитаете добираться сами туда или на общественном транспорте? Удобно вам это или нет? Нужны ли вам эти дополнительные маршруты? Об этом и обо всем пишите на наш портал, на страничку ВКонтакте. Ну, а если есть особое мнение, звоните в прямой эфир. Пока пишите сообщения, слушайте внимательно гороскоп от программы «Автопилот» Мария Белат со свежайшими новостями уже в прямом эфире. Интересный автор. Карта рождения указывает на потенциал человека. Зная, например, что вы склонны вести себя прямолинейно в делах и в любви, нетрудно найти способ обернуть сильные и слабые стороны в свою пользу. Доброе утро. Меня зовут Мария Белат. И, как всегда, в это время я обогащаю ваш утренний кофе пищей для размышлений. Итак, сегодня большое влияние на нас оказывает партнер, в тандеме с которым все рабочие и личные вопросы решаются гораздо быстрее. Не стоит этому сопротивляться. Лучше посвятите остаток дня гармонии и красоте. А теперь о том, что приготовили нам звезды для наших знаков зодиака. Овин. Любовные темы напомнят о себе в этот день. Телес. Уделяя время семье и заботам, вы сделаете гораздо больше полезного. Близнецы. Повышенная агрессивность со стороны коллег может оказаться на вашем настроении. Рак. В спешке вы можете наделать множество ошибок и затем придется все переделывать. Лев. Ваша скупность сегодня удивит и вас, и окружающих. Дева. Главная движущая сила в любых задачах будет исходить только от вас. Весы. Уделите время себе, своей семье и по возможности проведите этот день дома. Скорпион. Не позволяйте эмоциям взять верх. Вам предстоит важный разговор. Стрелец. Мелкие споры в вашей паре можно быстро разрешить. Козерог. Повышенная конфликтность дня может помешать вам сохранять самообладание. Водолей. Температура в ваших отношениях начнет подниматься. Так и до болезни недалеко. Рыбы. Эмоциональный фон будет иметь особое значение. Сейчас самое время встретиться с друзьями. Если у вас есть ко мне вопросы, вы можете присылать их на мою электронную почту, которую видите на экране. Обязательно укажите дату, время и место вашего рождения. Вот интересно, астропсихолог и звезды вообще принимают холодные ванны в крещенские морозы? Ну все, сегодня мы всех будем примирять. Всем будем примирять этот образ людей с сильных духом, которые все-таки будут купаться сегодня в проруби. Но ты заметил, ни одному из зодиакальных знаков так и не порекомендовали сегодня оказаться в проруби. Возможно, здесь астрология стоит в стороне, особняком от этой темы. Но как стоите вы в этой теме, мы узнаем на протяжении всей сегодняшней программы. У нас есть для вас очень много интересных новостей. Пытаемся, в общем-то, постоянно делиться ими с вами. И сделаем это прямо сейчас. Есть хорошие новости о том, что совсем скоро в парке появится очень много животных, красивых, новых для нашей области. Ты говоришь про городской парк, да? Где будут? Весное хозяйство Теремок на территории национального парка Хвалынский в ближайшее время заселит лани и пятнистого оленя. А также там появятся европейские косули, олени, серые куропатки и перепела. Представляете, сколько красивых животных и птиц появится у нас в области. В настоящее время в 50 вольерах проживает 160 различных зверей и птиц, в том числе и еноты видные, собаки, кабаны, степные волки, белки, лисы, орлан, белохвост, сова, фазаны, филины. Напомним, ежегодно хозяйство посещает более 20 тысяч человек. Вот это ничего себе. Я никогда не бывала в этом хозяйстве. Сейчас подумала, почему этот вопрос повис в моей голове. Еще один. Параллельно с тем, купаться в проруби сегодня или нет? Друзья, ну а пока у Юлии Астаховой в голове подвисло несколько вопросов, мы вам предлагаем тоже задуматься на эту тему. Нужно ли нам такое количество животных в нашем парке? Да, однозначно да. Однозначно нужно. И самое главное, как часто вы готовы их посещать? Хватает или не хватает вам, например, тех же самых контактных зоопарков в нашем городе? Хотите ли вы, чтобы в Саратове становилось все больше и больше мест, где дети, да и взрослые могут увидеть необычных животных, с ними познакомиться, пообщаться и так далее? Ведь мы же знаем, что у нас стационарного зоопарка нет, такого, какой есть, например, в Москве или в Пензе. И, в общем-то, общаться с животными приходится только от случая к случаю, когда вдруг кого-нибудь нам привезут или кто-нибудь к нам приедет. Но, друзья, принимаем ваши смс-сообщения, также наш смс-портал на экране периодически вот где-то вот здесь, вот здесь вот, вот вы видите, вот тут появляется номер телефона. Обязательно пишите ваши сообщения, но самое время представить гостя, которым тоже можно адресовать свои сообщения. Да, свои вопросы. Гостя второго часа, друзья, это Владимир Житков, это человек, занимается зимним плаванием с 2012 года. Такой человек, который... Пароход. Человек и пароход, да, Иван Федорович Крузенштарм. Нет, это все жуткие, будем ждать Владимира у нас здесь в студии, будем спрашивать у него, как он встал на этот путь закаливания. Скользкий буквально, потому что там, знаете ли, довольно-таки скользко на льду, когда вы выбираетесь из... Правда ли это? То есть оздоравливается организм человека в этот момент, когда в крещенскую ночь купается человек или же нет? В общем, на практике все и узнаем. Ну а сейчас маленькие детки тоже предоставят вам свой взгляд на ситуацию относительно крещенских морозов. Что происходит и зачем люди ныряют в прорубь? Об этом рассуждают дети в рубрике «Говорят дети». «Говорят дети» – это интересные ответы на сложные вопросы из уст малышей. Сегодня ребята расскажут, почему люди купаются в проруби. В проруби? Блин, я не знаю, что такое проруби. Мама мне не говорила. Это сложный вопрос такой. Можно простуду получить летом. А зимой иногда... Зимой наоборот. Ну и так выздоравливаешь. Чтобы благословить себя. Ну, я видел только, как осенью купаются. Получают в себе веселье. Закаляться. И закаляются. Чтобы быть здоровым. Потому что зимой иногда бывает, все тает, и снега нет, и можно покупаться. Чтобы быть здоровым. Пси. Они, значит, закаленные, любят закаляться, хотят стать сильными. Ведь когда закаляешься, тогда ведь сильным становишься. Чтоб не болеть. Для здоровья. Чтобы ему было легче. Чтобы закаляться. Чтоб быть здоровыми. И чтоб не болеть. Потому что летом ведь вода теплая, а не холодная. А зимой-то холодная осенью. У вас есть дети? Хотите, чтобы они стали участником нашей рубрики? Присылайте заявки на почту mail. Телсобака. Саратов-24. ТВ. И становитесь героями нашей рубрики «Говорят дети». Утреннее шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24» продолжается. Рады встречать вас этим утром. И здесь с вами по-прежнему Юлия Астахова. И Сергей Гришнов. Говорили вам о том, что сегодня в программе приготовили для вас много всего интересного. И прямо сейчас продолжим радовать вас любопытной информацией. Расскажем о событиях, которые, в общем-то, будут и сегодня, и в ближайшие дни. Ну, естественно, главное событие – это крещенское купание. Уже сейчас с утра хочется почувствовать тепло, на самом деле. Потому что от одной мысли становится холодно. Мы по-прежнему призываем вас писать нам смс-сообщение. Будете ли вы сегодня купаться или нет. Заходите к нам на страничку ВКонтакте. Там есть голосование, как вы поддерживаете свой иммунитет. Ну, а сейчас о событиях дня сегодняшнего и ближайшего. Ну, вот в частности, сегодняшнего. Сегодня в музее имени Радищева открывается новая фотовыставка-экспозиция, посвященная путешествиям по Гималаям и Тибету. В экспозиции представлено 304 фотографии. Ох, я моргаю реже, чтобы запомнить какие-то кадры. А тут снимков столько наделали. Все они сделаны во время высокогорных экспедиций по Гималаям и Тибетскому Нагорью за 12 лет. На снимках панорамы городов Катманду и Лхаса. Улочки на отдаленных селении и пейзажи горных массивов. Из-за похожей погоды и низких температур техника часто отказывает. А удачные кадры – это результат невероятных усилий и трудных, опасных многодневных переходов. Все это можно увидеть в Радическом музее. Классно, что у нас есть такая возможность не ездить в Тибет. Или это плохая. Нет, в любом случае не тратить на это столько времени, сил и так далее. Все же сделали за себя, пойти и посмотреть красивые места. Друзья, в любом случае в Радическом музее всегда есть чем вас удивить. Недавно там проходила выставка потрясающая. Дали их генами. И, в общем, я не попал в нее. Жалею, кусаю локти свои. Но слышал вложительные отзывы, завидуешь. Ну, естественно. Крепись, крепись. Друзья, ну и у нас к вам вопрос. Не вопрос, а даже вопрос риторический с утверждением. Давай смелее уже. Если вы никогда не летали на воздушном шаре, тогда самое время сделать это. Драматорка Вадим Ливанов придумал грандиозное путешествие на шаре, создав ситуацию, когда человек поднимается над обыденностью и остается наедине с самим собой. Попасть на спектакль «Шар братьев Монгольфье» можно 19 января в 18.30 в Театре драмы имени Слонова. Вот такие новости. Так что, если есть время и возможность сходить в театр, будет интересно, есть хорошие отзывы. Люди, которые уже видели этот спектакль и остались довольны. Ну, если вы помните, то мы вообще начинали этот сезон в сентябре из-за того, что к нам приходило очень много театральных деятелей. И в частности был у Григория Анисовича Редактов, который рассказывал про этот спектакль. Я до сих пор под впечатлением относительно его рассказов. Ну и, соответственно, наши частные рекомендации не читали, но рекомендуем. Вопреки пастернаковским утверждениям, призываем вас отправляться в театры и в музеи для того, чтобы посмотреть потрясающие спектакли и суперские выставки. Мы, знаете ли, рекомендовали, рекомендуем и будем рекомендовать. Алина Ковалева сейчас только перевозьмет инициативу на себя и будет рассказывать про леггинсы. Оказывается, что они еще актуальны, а многие думали, что они уже в прошлое ушли. Всем привет! С вами стилист Алина Ковалева. Сегодня расскажу вам про такой тренд, как леггинсы, ведь в моде все больше и больше становится комфорт и удобство. Нет на свете такой женщины, которая хоть раз в жизни не надела бы леггинсы. Те, кто отрицает этот факт своей биографии, скорее всего, лукавят. Почему? Да потому что одни считают, что это вульгарно, другие, что противопоказано любым ногам, кроме идеальных, а третье, что это пережиток моды 80-х, а она была такой пошлой. Для кого-то это слишком спортивно, для кого-то слишком сексуально. Короче, всем не угодишь. И что самое странное, так было всегда. Во всяком случае, из тех самых обрубанных 80-х, когда леггинсы впервые появились сначала как одежда для аэробики, а затем в любом даже не спортивном гардеробе. Сейчас трудно сказать, что произошло раньше. Повальное увлечение аэробикой в исполнении Джейн Фонды или увлечение леггинсами всех цветов радуги. Впрочем, леггинсы поначалу были похожи просто на плотные колготки без носков и носили их с короткими юбками, пышными или, наоборот, обтягивающими. Потому что мини как раз тогда, в самом начале 80-х, триумфально вернулась в моду. Чуть позже, войдя во вкус, модницы стали носить леггинсы вместо брюк. С объемными свитерами, длинными сорочками и плечистыми пиджаками. Их заправляли в короткие сапожки или дополняли классическими лодочками. В 80-е были годами культа тела, и натренированной аэробикой ноги грех было не показать. Равнение все держали на Мадонну, которая в те годы вовсю носила кружевные леггинсы с короткими юбками. И если в 80-х шла беспощадная борьба за красивую фигуру, то в наши дни преимущественно за духовное и физическое равновесие и здоровый образ жизни. Пробежки в парке и пилата, с велосипеда, скандинавская ходьба, активное времяпрепровождение стало обязательным для всех. Вместе с тем, спортивная одежда постепенно превратилась в органичную часть повседневной жизни. И стало не сразу понятно, то ли вы просто вышли из зала и поленились переодеть леггинсы или треники, или вы так специально нарядились, чтобы сообщить окружающим о собственной исключительности, то есть принадлежности к миру здоровых, спортивных, бегающих и крутящих педалей. С вами была стилист Алина Ковалева. Желаю вам хороших фэшн-экспериментов. Пока-пока. Я считаю, что Алина Ковалева в конце должна пожелать всем леггинсов. Я считаю, что нужно все-таки, как Алина рекомендует, обязательно ставить фэшн-эксперимент. Что-то новое вводить, а потом выставлять это на суд стилистно. Как вы понимаете, мы просто разобрали Алину Ковалеву на цитаты, ничего нового вам не предлагаем. Но сейчас будем исправляться и предложим вам животное, которое ищет дом. Собака Маргоша ищет дом, друзья. Если у вас есть такая возможность, мы предлагаем вам взять это замечательное животное к себе. Девочка раньше была домашней, у нее купированы ушки. Маргоша очень добрая, ласковая, очень тянется к людям. Также она знает, что такое ошейник, что такое поводок. Очень крупная, проявляет качество охранника. Волонтеры наблюдали за ней не один день и не два и сделали подобный вывод. В общем, Маргоша ждет любящих хозяев. Друзья, 60-20-44, телефон волонтерского движения «Зооспас Саратове». Непременно набирайте эти шесть цифр, если вы хотите, чтобы Маргоша охраняла ваш покой, ваш сон и чтобы она стояла на страже вашего дома. Да, самое главное, что ей не нужно много за это. Только любовь, ласка и немножко еды. Девочки, как обычно, пытаются отделаться какими-то базовыми функциями. Это же самое важное, фундаментальное. Договорились. Возвращаемся к нашей теме в преддверии крещенских купаний. И когда уже мы промерзли от крещенских морозов, мы решили вас спросить, будете ли вы купаться в крещении. Свои ответы можете писать на смс-портал. Ну, а на страничке ВКонтакте мы задаем вам простой вопрос. Как вы укрепляете свой иммунитет? И, кстати, вот здесь вот такое легкое подспорье, да, этой же теме. Вы считаете, что крещенские купания позволяют укрепить свой иммунитет? Или все-таки... Это просто духовное очищение. Да. С религиозной точки зрения. Вот. Молодец. Я бы не смог это формулировать. Движемся дальше. На страничке ВКонтакте опрос у нас. Как вы укрепляете свой иммунитет? 50% сказали, делаю зарядку, хожу в спортзал. Вот те раз. Поквально. Это значит, что наша рубрика выходит не напрасно в данной риме утром. А еще 50%, то есть вторая половина наших проголосовавших телезрителей сказали, что я ничего не делаю. Ну, вот я только порадовалась. Я не укрепляю никаким образом. Анна Лабе пишет, очень хочу начать принимать контрастный душ, так как понимаю, что это еще и омолаживает кожу. Но я жуткая мерзлячка, и меня пугают эти закаливающие процедуры. Не знаю, как себя настроить на это. Что значит не знать, как себя настроить? Начать. Главное начать. Поэтому желаем вам успеха. И я думаю, что, может быть, когда-нибудь у нас появится рубрика, где Сергей Гришнов каждое утро будет демонстрировать, как нужно закаливаться. Я сейчас прям позволю себе секунду мотивации. Так. Дело в том, что если вы не знаете, как начать, например, закаливаться, или вы не знаете, как начать бегать, или вы не знаете, как начать заниматься спортом, представьте себе какую-нибудь очень неприятную ситуацию. Ну, например, вам, наша дорогая Анна Лабе, можем прикомдовать, что а вдруг Титаник, а вы в холодную воду, а вы не готовы. Значит, вам нужно подготовиться к этому. Слушай, это правда может работать. Знаете, как я научился адекватно плавать в бассейне за последние два месяца? Я каждый раз представляю, что за мной плывет акула. А-а-а. И я думаю, надо удирать Гришнов. Беги, плыви, скачи, что угодно делай. Набирай воздуху в легкие, выпускай воздух из легких. Рука, нога, рука, нога. Главное, удирает акулы. Мало ли что. Спасибо, спасибо огромному следующее. О, это такие акулы плавают за мной. Теперь будем знать, как настроить себя на какие-то очень важные моменты, на которые мы не можем решиться. Друзья, и мы продолжаем с вами общаться в прямом эфире. Так что не забывайте про нас, пишите, звоните. Желаем вам, естественно, доброго утра. И нашу программу продолжит опрос. Наши корреспонденты вышли на улицу города и решили узнать, будете ли вы купаться в Крещение. Как отмечать будете этот праздник? Этот день. 19 января все православные отмечают праздник Крещения. Многие из нас проведут этот день дома, в кругу семьи. Незамужние девушки будут гадать нас ужиного. А некоторые из нас не против окунуться в прорубь. Давайте узнаем, как же проведут этот праздник в саратовце. Обычный день будет для нас. Ой. Крещение дома. Дома. Спасибо. Ну, есть люди, которые вообще ныряют, ныряют и ныряют. У меня есть знакомая девочка, доктор. Она, ну, в общем, каждый год это делает. Поэтому она-то точно нырнет. А мы, может быть, попробуем. А, Даша? Я в деревне живу и просто хожу смотреть, как купаются другие люди. Дома с семьей. Обычно я купаюсь в проруби, может быть, в церковь хожу. Скорее всего, так. Делаем бюджет, столбик купаться. Возможно, что и нырнем, как получится. В прорубь вырубаем ее крестиком все. Огораживаем, чтобы которые зашли к нас у людей, никуда не могли там попасть. И все, аккуратно перила, все. Покрывало стелется. И как положено это дело делается. Все. Подошли, перекрестились, нырнули, перекрестились, вышли. И все, и горячий чай. Как оказалось, многие из нас проведут этот праздник дома, в кругу семьи. Ну, а если вы все-таки решите окунуться в прорубь, помните о правилах безопасности. Смотрите наши опросы в утреннем шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24». Друзья, доброе утро. Вас приветствует программа «Автопилот». Надеемся, что у вас хорошее настроение. Если вдруг что-то пошло не так, не переживайте, наша программа направлена на то, чтобы ситуация резко поменялась в лучшую сторону. И если вы все еще спите, быстро заканчивайте. Друзья, сегодня среда на минуточку. Это... Друзья, скорее просыпайтесь. Сегодняшний день сам по себе не начнется и сам по себе не подарит вам столько улыбок, эмоций позитивных, которые можете сделать только вы своим родным, близким, ну и себе, естественно, любимому. Ну и ждем ваших смс-сообщений, ждем ваших звонков и сообщений на страничке ВКонтакте относительно крещенских купаний. Будете сегодня в них участвовать или нет? И ты сказал про вызвать улыбку. Я прям зацеплюсь за это выражение, потому что сейчас будем это делать. Мы подобрали для вас Инстаграм-подборку. Это Соколовой горы снимки. Прямо сейчас предлагаем их вам посмотреть. И, несомненно, я думаю, что у вас появится улыбка, потому что каждый из нас там бывал. И у каждого появляется ощущение, что он птица и смотрит на этот город как раз с той самой птичьей высоты. Некоторые, особенно креативные жители нашего города, пытаются сделать так, что город как будто на ладони лежит. Весь Саратов у меня в руках. Слушай, это классно. Слушай, это классно, когда работает фантазия, и люди начинают как-то изощряться на снимках. Честно сказать, нужна маленькая поправочка. Друзья, там не тепло, там не так, как летом дует свежий ветерок. Сейчас там задувает по полной программе. Поэтому, если вы собираетесь отправиться на Парк Победы, на Соколовой горы, то, друзья, запазитесь шарфами, шапками, перчатками, варежками. Ну и, конечно же, зарядите на 100% ваш телефон. Тем известно, что батарейки в наших яблочных смартфонах очень быстро заряжаются на Марлоне. Да, поэтому позаботься о себе обязательно. И не отправляйтесь на прогулку один, позовите друзей, даже тех, которые уже пару месяцев не выходили из дома. Скажите, пора, Соколова гора, это красивое место. Журавлей зовут. Там можно предаться романтике. Это точно. Друзья, далее городская зарисовка. И, блин, вот я не могу отпустить эту тему. Мне кажется, что в нашем городе очень давно не случалось таких крутых событий. Но Роринг Стоунс наконец-то приехали и обосновались в нашем городе. Речь не о той группе, про которую, ну, вы все подумали. А, ну, вы же понимаете, что Роринг Стоунс это камни, которые катятся. Так вот, по волжской буллинг, бильярд, кёрлинг, всё что угодно происходило на прошлой неделе. В выходные эти шары замечали где угодно. Но и горпарк решил, в общем-то, последовать их примеру. Кто знает, а вдруг подарки укатятся куда-нибудь. От этого, в общем-то, в клеточку-то их и посадили. Вот они, те подарки, которые брать нельзя ни при каких обстоятельствах. Оригинально выглядят на самом деле. Или ты должен очень круто заслужить эти подарки в течение года. Вести себя настолько хорошо, что к тебе придёт Санта-Клаус сварщик, разрежет сварочным аппаратом эту самую клетку, и ты, наконец-то, заберёшь свою машинку, любимая. Ну, знаете, ситуация могла сложиться по-разному. Там могли поставить специального человека, который бы всем говорил о том, что не трогать, не разворачивать и так далее. При этом негатив зачем рассеивать в парке. А тут тебе сделали красивую решётку в форме подарка. Это и смотрится эстетично. И, так сказать, макеты из подарков, они целы. Давай у полицейских, чтобы негатив не растить, наручники будут в виде леденцов. Тебя приковал просто единец. И по-доброму. И по-доброму, и закон выполнен. Анастасию Куклеву тоже приковали события городские себе. Всё внимание сейчас на рубрику «Афиша». Узнаем, куда отправиться и на каких городских мероприятиях побывать. В самом разгаре вторая рабочая неделя после новогодних праздников. Многие сейчас пытаются совладать с собой и вернуться в привычное русло жизни. Но, согласитесь, душа до сих пор просит безудержного веселья, а ноги сами готовы пуститься в пляс. И это неудивительно, ведь на этой неделе в Саратове проходят много интересных мероприятий. Подробнее о каждом из них прямо сейчас расскажу вам я, Анастасия Куклева. И это рубрика «Афиша». Мы начинаем. Они вновь ворвались в наш город. Они держат мирных жителей в страхе. Они уже среди нас. Догадались, о чём я говорю? Ну, конечно же, о легендарной игре под названием «Мафия». Она уже давно завоевала популярность среди мирных жителей города. Если вы в этом списке, то предлагаю не терять времени даром и окунуться в эти выходные в авантюрный гангстерский мир. 21 января в Саратове пройдёт 4-й открытый чемпионат Саратовской области по классической мафии. Это знаменитая настольная карточная игра. Она требует логики, дедуктивного мышления и наблюдательности, и даже психологической силы. В эти выходные вас ждёт традиционное волжское радушие, уютное игровое помещение, замечательный состав участников, супер-призы, игры и незабываемая автопати. Заявки на участие принимаются от игроков со стажем от 1 года вот по этому номеру телефона. Всех участников ждут подарки и большой призовой фонд. Приходите вычислять мафию, запутывать мирный город и строить коварные стратегии. Будет интересно. Любите вкусно и сытно покушать или приготовить шедевр кулинарного искусства? А может, просто вам нравится смотреть, как готовят другие? Ну или, наконец, сами мечтаете научиться кулинарить что-то необычное? Тогда это мероприятие для вас. Собирайтесь в тёплой душевной компании и приходите на мастер-класс по французской кухне. Вариантов участия два. Если вы умеете готовить отличные сырные блюда, разнообразные десерты, морепродукты, тарты и муссы, то приходите на мастер-класс в качестве повара. Если же наоборот мечтаете научиться готовить блюда классической французской кухни от закусок до десертов, то записывайтесь в ряды участников вот по этому номеру телефона. Профессиональный повар раскроет вам все секреты готовки аппетитных и с удовольствием съедобных блюд. Начало кулинарного путешествия 21 января в 12 часов дня. Приходите, будет интересно. А это мероприятие захлестнет жителей города в буквальном смысле с головой. 19 января на набережной космонавтов пройдут занятия по закаливанию, а также зимнее плавание с символичным названием «Крещенские купания». Поэтому, если низкая температура воздуха и ледяная вода вас не пугают, берите полотенце и приходите к Ротонде на набережную космонавтов в 10 часов утра. Если же вы боитесь, но при этом очень хотите пополнить ряды моржей, то тоже приходите. Ныряльщики со стажем, а таких там будет немало, всему вас научат. И даже если что-то пойдет не так, не переживайте, спасатели и медики быстро придут вам на помощь, ведь они будут дежурить около купели весь день. Однако на других надеетесь, но сами не забывайте про противопоказания. К ним относятся заболевания почек и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме этого категорически запрещается согреваться алкоголем и горячим чаем. Приветствуются только физические упражнения. Напоминаю, массовые купания состоятся 19 января в 10 часов утра на набережной космонавтов. Приходите, ведь, как гласит известная пословица, в здоровом теле – здоровый дух. Думаете, чем занять свой вечер? Предлагаю вам посмотреть баскетбольный матч. Но не на диване дома перед телевизором, а вживую на трибуне Дворца спорта «Христалл». Игра состоится 18 января. В рамках Лиги чемпионов на паркете Дворца спорта «Саратовский Автодор» встретится с командой «Венеция» из Италии. Состав нашей команды достаточно сильный, поэтому матч обещает быть интересным. Обязательно приходите посмотреть на интересную игру, а заодно и поддержите родную команду, ведь с поддержкой болельщиков одержать победу игрокам нашего «Автодора» будет куда проще. Напоминаю, игра состоится 18 января в 19.30. На этом список наших мероприятий подошел к концу. Теперь у вас в руках самые яркие события этой недели, и вы точно знаете, что с ними делать. А если вы смотрите афишу не сначала или что-то упустили, то пересмотрите этот выпуск на сайте saratov24.tv. А я на этом с вами прощаюсь. Отдыхайте правильно, отдыхайте со вкусом, ходите на хорошие мероприятия. И помните, в Саратове гораздо интереснее, чем вы думаете. Спасибо большое, Анастасия Куклева. Теперь не потеряйтесь в культурном и бескультурном пространстве нашего города и точно сможете отправиться на те мероприятия, которые вас заинтересовали. Я, кстати, тоже парочку уже отметил, пишу вот друзьям, типа, ну что, пойдем на кулинарный мастер-класс. События, несомненно, важные и нужные, но еще главнее, это, конечно же, сегодняшний праздник, который стартует. Лариса Дорлин, твой кумир, я так понимаю. Но она еще и джоз исполняет, поэтому, может быть, мы что-нибудь сейчас услышим от тебя? Нет. Тогда возвращаемся к событиям. Всего дня.